Фёдор Григорьевич Углот сегодня прочтёт лекцию «Алкоголь и мозг», более профессионально-научную, но являющуюся естественным предложением вчерашней лекции. Вчера Фёдор Григорьевич был представлен академик, хирург, город Леонидской премии, и в вчерашней лекции были очень симпатичны и поучительно вкраплены некоторые детали вашей биографии. Несмотря на то, что тут много и вчерашних людей, просьба повторить, потому что это как раз делает понятным ту гражданскую позицию, которая так всех увлекает. Ну, пожалуйста, Фёдор Григорьевич. Биография, вы говорите? Да, биография. А записки вот, кладь сюда, пожалуйста. Я думаю, биография несущественна. Одно могу сказать, товарищи, что я сибиряк, поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами. Я с реки Лены. Это город Киренск, Иркутская область, что 1100 километров в сторону от железной дороги, с самой глуши. Товарищи, если вчера я говорил о тех причинах, которые мешают человеку жить долго и, в частности, указывал, как на одну из причин пристрастия к алкогольным напиткам, то я сегодня хотел бы более подробно остановиться именно на действии самого алкоголя. На человеческий организм. Статья будет несколько более научная, но я думаю, что она должна быть всем понятна. Нет такого заболевания, в течение которого не ухудшилось бы от употребления алкоголя. Нет такого органа у человека, который бы не страдал от приема спиртных напитков. Однако больше всех и тяжелее всех страдает мозг. И это легко понять, если учесть, что именно в головном мозгу имеет место его наибольшая концентрация. Если концентрацию алкоголя в крови принять за единицу, то в печени она будет 1,45, в спинномозговой жидкости 1,5, а в головном мозге 1,75. В случае острых алкогольных отравлений клиническая картина может быть неоднородна. Однако на вскрытие наибольшее изменение имеет место в мозгу. Твердая мозговая оболочка напряжена. Мягкие мозговые оболочки отечены, полнокровные. Головной мозг резко отечен, сосуды расширены. Множество мелких кист диаметром 1-2 мм. Эти мелкие кисты образовались в местах кровоизлияния и некроза, то есть омертвения участков вещества мозга. Более тонкое исследование мозга у погибшего от острого алкогольного отравления показывает, что в нервных клетках наступили изменения и в протоплазме, и в ядре, столь резко выраженные, как и при отравлении другими сильными ядами. При этом клетки коры головного мозга поражаются гораздо больше, чем в подкорковой части. То есть алкоголь действует сильнее на клетки высших центров мозговой деятельности. В головном мозге отмечено сильное переполнение кровью, нередко с разрывом сосудов в мозговых оборочках и на поверхности мозговых изверин. В тех случаях, где было сильное алкогольное отравление, но не смертельное, в головном мозге и в нервных клетках коры имеют место те же изменения, что описаны выше у погибших от острого алкогольного отравления. Такие же токсические изменения в головном мозге имеют место у пьющих людей, смерть которых наступила от причин, не связанных с употреблением алкоголя. Описанные изменения в веществе головного мозга необратимы. Они оставляют после себя неизгладимый след в виде выпадения мелких и мельчайших структур мозга, что неизбежно и неотвратимо скажется на его функции. Но не в этом лежит самое большое зло алкоголя. У лиц, употребляющих спиртные напитки, выявляется раннее склеивание эритроцитов, красных кровяных шариков. Чем выше концентрация спирта, тем более выражен процесс склеивания. Если подобная картина имеет место в каких-то грубых тканях, например, в мышцах, это может пройти незаметно. Но в мозге, где склеивание сильнее, так как концентрация спирта выше, здесь оно может привести и, как правило, приводит к тяжелым последствиям. В мельчающих капиллярах, которые подводят кровь к отдельным мозговым клеткам, там диаметр капилляра приближается к диаметру эритроцита. И если произойдет их склеивание, они закроют просвет капилляра. Снабжение мозговой клетки кислородом прекращается. Такое кислородное голодание, если оно продолжается 5-10 минут, приводит к омертвению, то есть необратимой утрате к мозговой клетке. А чем выше концентрация спирта в крови, тем сильнее процесс склеивания, тем больше мозговых клеток гибнет. Вскрытие умеренно пьющих показали, что в их мозге обнаруживается целое кладбище из тогибших горковых клеток. Изменение структуры головного мозга возникает уже после нескольких лет употребления алкоголя. У всех обследуемых установлено уменьшение объема мозга, или, как говорят, сморщенный мозг. У всех были обнаружены явные признаки атрофии мозга. Изменениям подверглась кора головного мозга, где происходит мыслительная деятельность, осуществляется функция памяти. У пятерых из них отчетливо проявилось снижение мыслительных способностей, то есть даже при обычном разговоре. У 19 пациентов изменения произошли в лобной доле, у 17 в затылочной. В народе давно подмечено, что у людей много пивших и даже уже бросивших пить имеет место раннее проявление так называемого старческого слабоумия. Имеется стремление все зло причиняемое спиртными напитками относить к алкоголикам. Молодые алкоголики страдают, у них все эти изменения, а мы что, мы пьем умеренно, у нас этих изменений нет. Необходимо здесь снести ясность. Попытки снести вредное влияние алкоголя только тем, кто приздан алкоголиком, в корни не верны. Ибо сами термины алкоголик, пьяница, много пьющий, умеренно, мало пьющий и так далее имеют количественное, а не принципиальное отличие. И многими понимается различно. Некоторые пытаются отнести к алкоголикам только тех, кто пьет запоями, кто напивается до белой горячки и так далее. Это также неверно. Запой, белая горячка, галлюцинаторное слабоумие пьяниц, алкогольный бред ревности, корзаковский психоз, алкогольный псевдопаралич, алкогольная эпилепсия и другие это все последствия алкоголизма. Сам же алкоголизм – это потребление спиртных напитков, оказывающие вредное влияние на здоровье, пыль, труд, благосостояние общества. Всемирная организация здравоохранения определяет алкоголизм как зависимость человека от алкоголя. Это значит, что человек находится в плену у наркотика. Он ищет любую возможность, любой предлог, чтобы выпить. А если такого повода нет, он пьет без всякого повода. Пьет в неподходящих условиях, пьет втайне от других. У него возникает желание выпить не только при виде вина, но и тогда, когда его нет. Если мы спросим любого пьяницу, что называется беспросыпного, считает ли он себя алкоголиком, он ответит категорически, что он не алкоголик, и его невозможно уговорить пойти лечиться, хотя все родные и все окружающие стонут от него. Он уверяет, что он пьет умеренно. Кстати сказать, это самый коварный термин, за который укрываются алкоголики и самая безотказная оружие всех тех, кто стремится споить наш народ. Достаточно призвать людей пить умеренно и сказать, что это безвредно, и они с охотой пойдут, будут следовать такому совету, и большинство из них станет алкоголиками. Надо также признать неправомощным термин злоупотребления. Если есть злоупотребление, то значит, если употребление не во зло, то есть в добро, полезное значит, но такого употребления нет. Более того, нет употребления безвредного. Любая принятая доза вредна. Дело в степени вреда. Термин злоупотребления не верен по существу и в то же время очень коварен, потому что дает возможность прикрыть свою пьянку отговоркой, что, мол, я не злоупотребляю. Но границы между употреблением и злоупотреблением нет и быть не может. Любое употребление спиртных напитков есть злоупотребление. Даже если пить сухое вино и небольшими дозами, но употреблять его чаще, чем один раз в неделю, мозг не будет приходить в норму от наркотического отравления совсем. И вред будет несомненный. Поэтому те, кто рекомендует каждому обеденному столу подавать бутылку сухого вина, явно рассчитывают на спаивание народа. Но пить и один раз в месяц или один раз в год спрашивается, зачем? Ведь это наркотический яд. Ведь это же просто неумно. И не пора ли в образованном культурном обществе прекратить даже разговоры на эту тему? Ведь не говорят же у нас, что можно хоть раз в месяц сделать себе укол морфия, понюхать кокаин или выпить порцию героина или хлороформа. А ведь это действие, это такое же. В том и в другом случае человек оказывается в плену иллюзий с плохими для него последствиями. Так зачем же делать исключение для такого же, но еще более коварного наркотика, каким является алкоголь? Неужели десятки миллионов алкоголиков и пьяниц, сотни тысяч деградированных детей не убеждают нас в том, что с этим злом надо покончить раз и навсегда? Поставить заслон этому злу в нашем социалистическом обществе навсегда и в любых дозах. Как же алкоголь влияет на функции головного мозга? Что происходит с человеком? Почему так резко меняется личность, характер и поведение человека? Этот вопрос довольно тщательно изучен психиатрами и физиологами. Установлено, что алкоголь во всех содержащих его напитках водка, ликер, пиво, вин, вино и так далее действует на организм, так же, как и другие наркотические вещества и типичные яды, такие как хлороформ, эфирм, опий и во всех его разновидностях. Он избирательно действует на центральную нервную систему, преимущественно на ее высшие центры. При повторном приеме алкоголя поражение в высших центрах мозговой деятельности продолжается от 8 до 20 дней. Если же употребление алкоголя имеет место длительное время, то работа этих центров так и не восстанавливается. В многочисленных опытах, проводимых крупнейшими специалистами, и в этом области, в этой области. Но Бунги, Крепелин, Сикорский и другие выяснилось с несомненностью, что во всех без исключениях существ под влиянием алкоголя простейшие умственные отправления, то есть восприятия, нарушаются и замедляются, но не столь сильно, как более сложные, то есть ассоциации. Эти последние страдают в двойном направлении. Во-первых, их образование замедлено и ослаблено, и во-вторых, существенно изменяется их качество, в том смысле, что вместо внутренних ассоциаций, основанных на сущности предметов, часто появляются ассоциации внешние, нередко стереотипные, основанные на созвучии, на случайном внешнем сходстве предметов, в то время как самая низшая форма ассоциаций, именно ассоциации двигательные или механически заученные, легче всего возникает в уме. Иногда подобная ассоциация появляется без малейшего основания к делу, раз появившись упорно держится в уме, всплывая снова и снова, но совершенно не кстати. В этом отношении такие упорные ассоциации напоминают собой явление патологическое, замечаемое при неврастении и тяжелых психозах. Из внешних ассоциаций особенно часто возникают те, которые связаны с двигательными актами. Поэтому многие, скажем, мастера, пьяницы выполняют работу двигательной более-менее нормально. Заложенные в их мозгу ассоциации возникают при возникающих двигательных актах. Все это указывает на глубокие изменения в механизме мышления, вызываемое ядом. Патологическая картина человека в таком состоянии напоминает маниакальное возбуждение. Алкогольная эйфория возникает вследствие расторможивания, ослабления критики. Одной из нескольких причин этой эйфории является возбуждение подкорки, старейшей в филогенетическом отношении части мозга, в то время как более молодые и более чувствительные области коры головного мозга сильно нарушены или парализованы полностью. Алкоголь, принятый в больших дозах, вызывает более глубокие нарушения. Восприятие внешних впечатлений затрудняется и замедляется, точность их понижается. Внимание и память нарушаются еще в большей степени, чем при малых и умеренных кавычных дозах. Ассоциации качественно расстраиваются, критика ослабевает, утрачивая способность внимательно выслушать других, следить за правильностью своей речи, контролировать свое поведение. Иногда отмечается пробуждение низших наклонностей и страстей. Человек не стыдится вести себя непристойно, привлекать внимание окружающих. Ему не стыдно выражаться нецензурно при женщинах и детях. Окружающим стыдно за него, но все уговоры бесполезны, он еще больше куражится и ведет себя еще наглее. С углублением наркоза тормозятся не только кора, но и подкорковые узлы и мозжачок. При приеме дозы равной 7,8 грамма на килограмм веса для взрослого человека наступает смерть. При употреблении алкоголя страдают все высшие, самые тонкие функции мозга, все высокие чувства. Любой творческий работник, употребляя алкоголь, наносит непоправимые вред своим способностям и делу, которому посетил свою жизнь. Грустно смотреть на талант, который на глазах исчезает и погибает под ударами наркотического яда. У лиц, часто употребляющих алкоголь, способность ассоциации резко нарушается. И это нарушение выражается невозможностью психологической ориентации, невозможность перейти от одного ряда ассоциаций к другому. В обычной, заученной, шаблонной деятельности такие люди продолжают работать почти с прежней силой. А так как в жизни есть много видов умственного труда, например, канцелярский, торговля и так далее, которые представляют собой ряд действий тождественных, стереотипных по готовому образцу, в особенности же там, где требуется простое исполнение чужой мысли. Спасибо. Легко понять, что в этих случаях умственные недостатки таких людей менее очевидны и не имеют повода обнаружиться наглядно. Там же, где требуется оригинальность умственных ассоциаций, где нужны свежие концепции и где нужно заключение сделать немедленно и обобщить все данные, там люди, часто потребляющие алкоголь, оказываются несостоятельными. В этом смысле дело, безусловно, затормаживается или даже совсем рушится, если в руководстве стоят те, которые не могут преодолеть свою тягу к алкоголю. Таких надо просто отстранять от работы. И это целиком и полностью относится к творческим работникам и тем, кто имеет дело с людьми, руководителям. Спасибо. Как бы ни были великие расстройства, вызываемые алкоголем в умственной работе мозга, все же, как признают ученые, главнейшие изменения имеют место в психической жизни и в характере пьющего человека. Первое, на что обращают внимание ученые в поведении пьющего, это упадок нравственности, равнодушия к обязанностям и долгу, к другим людям и даже членам семьи. Равнодушие к высшим нравственным интересам появляется очень рано, в ту пору, когда еще умственные или мыслительные акты остаются почти неизмененными. Они появляются в форме частичной нравственной анестезии, в виде полной невозможности испытывать известные эмоциональные состояния. Такого рода состояния совершенно аналогичны нравственному идиотизму и отличаются от него только способом происхождения. Упадок нравственности сказывается также и равнодушный пьяниц к обычному долгу, к обычаям и к долгу, в их эгоизме и цинизме. При этом известно, что самые малые отклонения от требований общественной нравственности очень опасны и легко ведут к тяжким преступлениям. Падение нравственности в резкой степени сказывается в потере стыда. В целом, ряде научных документов доказывается, что потеря стыда в обществе идет параллельно с развитием алкоголизма в стране. Ненаглядно показывается великая охранительная сила стыда и большая опасность того яда, как спиртные напитки, которые обладают избирательным свойством понижать силу это тонкого и важного чувства. К числу неминуемых последствий падения нравственности принадлежит увеличение лжи или, по крайней мере, уменьшение искренности и правды. Утраты стыда и правдивости народ связал в неразрывное понятие бесстыдные лжи. Ложь потому и возрастает, что человек потерял стыд, утратил вместе с теми в своей совести и важнейший нравственный корректив правдивости. В документах, освещающих период нарастания пьянства в нашей стране, в период акцизной продажи алкогольных напитков убедительно показано, что параллельно с нарастанием пьянства росли и преступления. В числе других преступлений количество осужденных за лжеприсягу, лжесвидетельства, ложный донос росли с года в год более быстрыми темпами, чем другие преступления. О потере нравственности и стыда говорят также и цифры более быстрого роста преступности женщин по сравнению с преступностью мужчин. Тоже говорит о потере нравственности. Способность испытывать чистое чувство стыда утрачивается пьяницами очень рано. Паралич этого высокого человеческого чувства понижает человеком в нравственном смысле гораздо больше, нежели любой другой психоз. Стыд, как известно, выражается у нормального человека краской стыда и различными движениями, чтобы спрятаться от чужого взгляда, потуплять взор, прятать глаза, отворачивать лицо, желать провалиться сквозь землю и так далее. Краска стыда — это тонкий и чуткий механизм полностью отсутствия тупьяниц, так же, как и второй признак стыда, стремление скрыть лицо и глаза. Таким образом, даже внешние проявления чувства стыда глубоко изменены. Что же касается изменений психической стороны этого чувства, то в этом можно убедиться на каждом шагу, так как утрата способности стыда составляет самую характерную особенность пьющих людей. Все тонкие проявления этого чувства полностью исчезают и очень рано. Между тем, стыд не только держит в известных границах физическую сторону человека. Он является одним из самых основных начал нравственной жизни, делая человека чутким к мнению других, к мнению общественности, охраняя от всего, что постыдно в нравственном смысле. Это состояние прекрасно понимал Лев Николаевич Толстой. В своей статье «Для чего люди одурманиваются» он пишет «Не во вкусе, не в удовольствии, не в развлечении, не в веселье лежит причина всемирного распространения кашиша, опиума, вина и табака, а только в потребности скрыть от себя указания совести. Иду я раз по улице и, проходя мимо разговаривающих извозчиков, слышу один говорит другому «Известное дело Тверезому совестно, трезвому совестно, то, что не совестно пьяному». Этими словами высказана существенная основная причина, по которой люди прибегают к одурманивающим веществам. Люди прибегают к ним или для того, чтобы не было совестно после того, как сделан поступок противной совести, или для того, чтобы вперед привести себя в такое состояние, в котором можно сделать поступок противной совести, но к которому влечет человека его животная природа. Трезвому совестно ехать к непотребным женщинам, совестно украсть, совестно убить. Пьяному ничего этого не совестно. И потому, если человек хочет сделать поступок, который совесть воспрещает ему, он одурманивается. Девять десятых преступлений совершается так, для смелости выпить. Половина падений женщин происходит под влиянием вина. Почти все посещения непотребных домов совершаются в пьяном виде. Люди знают это свойство вина, заглушать голос совести, и сознательно употребляют его для этой цели. Мало того, что люди сами одурманиваются, чтобы заглушить свою совесть. Зная, как действует вино, они, желая заставить других людей сделать поступок, противный их совести, нарочно одурманивает их. Организуя одурманивая людей, чтобы лишить их совести. На войне солдат напаивает пьяным всегда, когда приходится драться в рукопашную. Все французские солдаты на севастопольских штурмах были напоены пьяными. Все неизвестные люди, спившиеся совсем вследствие преступления, мучивших их совесть. Все могут заметить, что бездравственно живущие люди более склонны к одурманивающим веществам. Разбойничи, воровские шайки, проститутки не живут без вина. Одним словом, нельзя не понять того, что употребление одурманивающих веществ в больших или малых размерах, периодически или постоянно в высшем или низшем кругу, вызываются одной и той же причиной, потребностью заглушения голоса совести, для того, чтобы не видеть разлада жизни с требованием сознания. Всякий увидит одну постоянную черту, отличающую людей, предающихся одурманиванию, от людей, свободных от него. Чем больше одурманивается человек, тем более он нравственно неподвижен. Освобождение от этого страшного зла будет эпохой в жизни человека. Так заканчивается эту статью Лев Николаевич Толстой. В последние годы так называемый манежеровский алкоголизм или алкоголизм деловых людей, ответственных работникам, вышел на первое место в мире, потому что люди при заключении делах пьют. Человек, выпив, то есть заглушив самое совершенное чувство, стыда, легче согласиться принять взятку за незаконную сделку. Легче за предложенный подарок подпишет невыгодный для своей страны контракт. Легче пойдет против совести сделать то, что он трезвым не сделал бы. К сожалению, подобное получает все больше распространений в научном мире. Приезжающие с периферии в центре нередко везут коньяк, водку и всячески угощают тех, чье слово поможет получить выгодное место, хорошее звание и так далее. И то, что многие наши ученые, занимающие административные должности, имеющие право решать судьбу других ученых, судьбу людей так много пьют, тоже говорит о том, что они заглушают голос совести. По-видиму, не все чисто у тех, кто так много пьет. По-видиму, стыд еще не полностью утрачен, а стыдится, наверное, еще. Иначе зачем бы они стали пить? Опасность для высшей нравственности народа кроется в том, что в обществе все больше появляются людей, нравственные чувства которых понизились из-за употребления спиртных напитков. Наряду с миллионами трезвых людей существуют миллионы пьющих. Наличие в обществе столь значительного числа полунормальных людей, ибо совершенно нормальный человек не станет употреблять наркотический яд, разрушающий все его органы и особенно мозг. Это производит деморализующее влияние. Чаще всего, особенно предпочтительным употреблением алкоголя, эти грубые бесхарактерные, лишенные тонких чувств, денатурализованные объекты, субъекты, живя в обществе, являясь главами химии, руководителями, начальниками и так далее, производят своей личностью вредное воздействие на окружающих. Гибельное влияние этих субъектов сказывается во всех сферах общественной и трудовой деятельности, но особенно пагубно в семье и семейных отношениях, разрушая всеми семьи и ломая психику людей. И самое главное, они являются источником болезненного потомства, увеличивая кадры дегенератов и невропатов. Пагение нравственности пьющих людей проявляется в снижении или полном исчезновении самых высших функций коры головного мозга, благородства и патриотизма. Пьющий начальник очень рано забывает те благородные принципы, которыми всегда гордилась русская интеллигенция. Всегда считалось недопустимым, чтобы человек, находящийся у власти, воспользовался ею для создания привилегированного положения для себя лично или для своего учреждения. Человек с атрофированным чувством благородства постарается использовать данную власть построить и организовать прежде всего свое, так, как никакое другое учреждение. Он займет такие должности, которые ему выгодно использовать свою власть для самовозвышения. И ему не бывает стыдно, ибо с потерей благородства исчезает и стыд. Человек, лишенный благородства леко обидит женщину. Он будет небрежно относиться к своему долгу, выполняя только что, что другие могут проконтролировать, но не по собственному побуждению. У пьющих раны спадает патриотизм. Поэтому это среди пьяниц чаще всего и находятся предатели Родины. Но отсутствие патриотизма сказывается и во многом другом. Пьющий человек, будучи в другой стране, может показаться на улице в нетрезвом виде, его не смущая, что он подрывает не только свой авторитет, но и престиж своей Родины. Пьющий начальник, потерявший чувство патриотизма, может послать в зарубежную командировку по знакомству совсем не того, кто мог бы поддержать авторитет страны. И наоборот, может не пустить за рубеж тех, кто бы возвышил славу Родины, если этот ученый с чем-то лично не нравится начальнику с атрофированным чувством патриотизма. Другое чувство легко утрачиваемой пьяницы — это страх. Ослабление страха может, по мнению психиатров, повлечь за собой важное последствие. Если вспомнить, что страх в своих высоких проявлениях превращается в боязнь зла и в опасения последствий зла, то становится понятным высокое здравоохранительное значение того чувства в вопросах нравственности. Чувство страха и чувство стыда глубоко изменяются у пьющих людей, утрачивая самые существенные свои составные части. Другие чувства изменяются не столь сильно, но все же лишены некоторых своих свойств, и вслед это утрачивают характер тонкостей и полноты, становятся грубыми и шаблонными. Своеобразно изменяется и мимика. Изменения эти могут быть столь значительны, что по физиономии у них трудно определить, какие чувства пробрадают и каковы его настроения. Это служит одной из причин частых недоразумений в отношениях между пьяницами. Интересно отметить, что даже собаки замечают эти особенности физиономии пьяниц и злятся на них больше, чем на трезвых. Если принять во внимание количество длительно пьющих, которые не входят в категории пьяниц и алкоголиков, если учесть рождаемость эффективных и умственно отсталых детей от таких родителей, то мы вправе говорить об огрупплении народа, среди которых пьянство получило большое распространение. А вместе с огрупплением идет нравственная деградация, рост преступности, идет моральное разложение народа. Из этих описаний состояния пьющего человека, начиная от приема малых и умеренных, окончая большими дозами, нет ни малейшего намека на культурное поведение. И как можно говорить о культуре винопития, если даже от малых доз, а тем более так называемых умеренных доз алкоголя, его поведение специалистами сравнивается с шизофреническим или маниакальным состоянием. По существу разговора пьяневшего есть не что иное, как бред сумасшедшего, и надо иметь очень мало здравого смысла, чтобы в этом видеть культуру, а в этой культуре ключ к разрешению проблемы. Алкоголизма. Огромное большинство людей, считающих, что он пьет умеренно и на самом деле с точки зрения медицины являются алкоголиками. Первое, что говорит об этом влечение к алкогольным напиткам. Они пьют при малейшем поводе и не мыслят себе приятного времяпровождения или отдыха без алкоголя. Вначале это бывает по праздникам, затем уже в часы свободные от работы. Они ищут запения в алкоголе при неприятностях и жизненных невзгодах. Все выдающиеся ученые мира с большой тревогой константируют нарастание потребления алкоголя, который несет за собою. Увеличение заболеваемости населения, нарастание смертности, увеличение числа внезапных смертей, сокращение средней продолжительности жизни. Ученые полагают, что алкоголь глубоко расстраивает здоровье населения и уносит больше человеческих жертв, чем самые тяжелые эпидемии. Последнее явление периодическое, тогда как алкоголизм стал непрекращающейся эпидемической болезнью. Таковы физические последствия потребления алкоголя, но гораздо важнее последствия нравственные. Самое серьезное влияние алкоголя обнаруживается в отношении нервно-психической здоровья населения. Он влечет за собой увеличение числа преступлений, понижение нравственности, возрастание нервных и психических заболеваний, увеличение людей с дурным характером, расстройство привычек и способности к правильному труду. Взвешивая тяжелые последствия потребения алкоголя и сравнивая их с материальными потерями, специалисты справедливо считают, что следует сожалеть не о расходах и материальных тратах, хотя они исчисляются сотни миллиардов рублей. Нужно ужаснуться при мысли о вреде, который наносится государству нравственным развращением населения. помимо разрушения отдельных сторон мыслительной и психической деятельности мозга, алкоголь во все возрастающей степени приводит к полному выключению нормальной функции мозга, к повышению большого процента умалишенных. Согласно отчетам психиатрических заведений Европы и Соединенных Штатов Америки, алкоголь становится одним из самых частых причинных моментов в развитии психических заболеваний. Считается, что приблизительно пятая и даже четвертая часть таких больных обязана своим происхождением спиртным напитком. Значение это факта не исчерпывается указанной пропорцией, потому что случай помешательства развивающегося вследствие пьянства родителей обычно заносится в этиологическую группу наследственности, хотя в сущности здесь посредственную роль принадлежит алкоголю. Наряду с развитием идиотизма и помешательства как следствие длительного потребления алкоголя среди общества находится известное число субъектов еще здоровых в умственном отношении, но уже не свободных от перемена характера вызванного алкоголем. При этом выявляется что это непростое скоро проходящее неправильности характера, но более глубокие изменения. Алкоголь оказывая влияние на мозг не делает скачкообразных переходов от совершенно здорового к полному идиотизму. Между этими крайними формами мыслительного и психического состояния имеется много переходов, которые в одних случаях приближаются к дебильности, в других к плохому характеру. То есть не бывает так, что вот идиот или нормальный человек. Кроме идиотов рождаются полуидиоты, четверть идиоты, там одна восьмая идиота или люди уже там дальше так называемым плохим характером, который посуществует и характер этот плохой, потому что у него уже разрушено значительное самое может быть самое важное отделы головного мозга. Таких людей с различной степенью изменений характера среди пьющих людей становится все больше, что приводит к изменению характера самого народа. Это самое страшное. Характер народа остается тысячелетиями иногда, сохраняя себя, несмотря на все неблагоприятные условия жизни. Скажем, было у нас татарская ига почти в течение 300 лет не изменился характер русского народа. Однако алкоголь является таким злом хуже татарского ига, который может изменить сам характер русского человека. Число грубого нарушения психики под влиянием алкоголя надо отнести рост самоубийств. По данным Всемирной организации здравоохранений самоубийство среди пьющих имеет место в 80 раз чаще, чем среди трезвенников. Такое положение нетрудно объяснить теми глубокими изменениями, которые происходят в мозге под влиянием длительного приема спиртных напитков. При этом, как убийство, так и самоубийство пьяниц иногда принимают страшную форму. В магазине стояла маленькая девочка в выленевшем платьице с грязной ленточкой в волосах. Она держала в руках красивую новую куклу и звонко смеялась. Обступившие ребенка женщины плакали. Это они купили девочке куклу в день похорон ее родителей. Галина и Анатолий Савельевы родители ребенка выросли в соседних селах. Анатолий потомственный горький пьяница, рано пристрастившийся к спиртному, не закончил среднюю школу и несколько раз отбывал тюремное заключение за воровство, хулиганство, жестокие драки и убийство домашних животных. Как-то на улице в пьяном виде он исколол ножом спящую собаку и таким же образом убил племенного совхозного быка. Галина всю жизнь работала в совхозе, зарабатывала хорошо, но в семье не было достатка. Анатолий не работал и пропивал все, что мог. Ругал, убил жену и детей, грозил убить. дети учились в специальной школе для дефективных. Мальчику с большим трудом удалось приобрести специальность тракториста, а девочку признали необучаемой, но все-таки держали в интернате, потому что знали состояние семьи. К 12 годам ее все же удалось научить говорить некоторые слова и более-менее понятно выражать свои мысли. однако она не смогла научиться самостоятельно одеваться и обслуживать себя. И вот в доме появился старый друг по тюрьме, который потребовал выдать ему деньги. Анатолий приказал отдать гостю 15 рублей все деньги, которые были в доме. Галина отдала, а наутро с дочкой поехала в билицию подавать на развод. Сын был на работе. Анатолий остался один. В этот день у него было много дел. С утра он остро натащил нож, потом наносил катку воды и выкопал в Хливуд двухметровую яму, сделав из нее сток, длинную канавку под стену сарая на берегу реки. В это время мать и дочка вернулись домой. Он уже ждал их в коридоре. Как только они вошли, он закрыл дверь на крючок, зная, что точно не сможет снять его. Затем занес заранее приготовленный нож и два раза ударил грудь жену. Она упала. Теперь настала очередь дочки. Но страх помог ребенке скинуть петли крючок и выбежать в седе. Отец погнался до ней, но она была уже во дворе и кричала «Люди, помогите!» тогда он ударил себя тем же ножом в сердце и его труп нашли на крыльце в луже крови. Если бы девочка не открыла дверь, он убил бы ее, затем сына, который должен прийти с работой, спустил бы всех в яму, которую приготовил, закрыл навозом и ушел бы со своим другом гулять по свету. Вот другой пример. В одном из совхозов в Новгородской области работал шофер Борис Чугов. Он любил машину, любил свое тело и в руках у него все спорилось. Он не пил, не курил, был непогадан серьезен и в колхозе доверяли ему самые ответственные работы, зная, что Борис делает как нельзя лучше. Он женился, построил себе шлаковетонный дом, наладил в нем паровое отопление, купил легковую машину. У него родились две дочери, которых он очень любил, много ими занимался, воспитывал в них лучшее качество. В совхозе процветала пьянка. Борис долго сторонился этого, но однажды, по сути, в очень удачную рейс его наградили, и друзья собрались отметить это событие, заставили его выпить вместе с ними. Он стал допивать, и в конце концов так пристрастился к водке, что стал одним из ведущих пьяниц в совхозе. Дома начались слезы, ссоры. Он, напившую, уезжал из дому, в колхозной машине, и пропадал неизвестно где по несколько дней. Не стало в семье покоя, а на работе авторитета. Жена обращалась в правление совхоза, просила помощи у сельсовета, доходило дело до милиции. Решили общими силами воздействовать и отправить на лечение. Узнав об этом, он сильно напился, закрылся в собственном гараже, облил все бензином и поджег. Он уничтожил себя и машину, люди ничего не успели сделать. Эти страшные примеры показывают тот уровень изменений в мозге, до которого доходит у отдельных людей алкоголь доводит. Такие люди без помощи общества и государства не смогут начать новую жизнь. Только трезвенность, введенная как обязательные условия нашей жизни, может прекратить подобное. То, что происходит в отдельных регионах нашей страны находится в опиющем противоречии с принципами гуманизма, с принципами доброжелательного отношения к человеку, заложенным в самой основе нашего государства. В самом деле, для спасения одного или нескольких человек мы делаем сложнейшие многочасовые операции. При этом за жизнь одного больного борются много людей. Для спасения одного человека люди отправляются в пургу, бросаются в огонь, в ледяную воду, чтобы спасти несколько человек корабль меняет курс и сотни людей борются за их жизнь. И в то же время мы ежегодно теряем более полутора миллиона человек, потому что кто-то сделал доступным для всего населения такие ядовитые наркотики, как алкоголь и табак. Это такой абсурд, что нормальный ум не может это ни охватить, ни извинить. не ни о ни о ни о ни о